Предлагаем вашему вниманию несколько исторических фактов о палестинцах. В этой весьма политизированной дискуссии давайте зададимся вопросом, что из этого правда, а что нет. Раннее определение слова «Палестина» относится к небольшому региону на побережье Средиземного моря, неподалеку от Египта и к народу филистимляне, к древним этническим группам, которые, по-другому прочим, давно исчезли с сенца земли и не имеют никакого отношения к современным палестинцам. Само слово «Палестина» впервые было использовано официально римским императором Адрианом, правление которого было ознаменовано бойнями и канениями еврейских повстанцев, изгнанием остатков еврейского народа. Адриан набривался изглавить из истории целые тысячелетия еврейского присутствия на этой земле, подтвержденного многочисленными археологическими находками и топонимами, названиями городов, которые используются и по сей день. Для воплощения своего плана он решил переименовать провинцию Иудея в Сирию Палестину в честь древних заклятых врагов еврейского народа филистимлян. Иудея была последним независимым государством, существовавшим на этой земле. С тех пор на протяжении столетий остатки еврейского народа и другие этносы существовали там под различными правлениями тех или иных иноземных завоевателей. Во времена Атаманской империи использовался этот термин как общий географический, описывающий землю южнее Сирии. Итак, когда эта земля перешла под управление британского протектората в конце Первой мировой войны, она вполне естественным образом унаследовала название Палестина. Лига наций, предшественник ООН, передала победителям Первой мировой войны мандаты для управления территориями Среднего Востока и подготовки местного населения к провозглашению независимости. Эта территория получила определение как британский мандат Палестины. По палестинским мандатам проживали две группы населения – арабы и евреи. И те и другие при этом считались официально палестинцами. Так, евреями был учрежден Палестинский симфонический оркестр, который после провозглашения Израиля стал филармонией государства Израиля. Англо-Палестинский банк стал израильским банком Леу-Ми, а этот плакат, который сейчас нередко используется в качестве антиизраильского аргумента, на самом деле создавался для продвижения туризма на еврейскую родину в Палестине. В 1947 году, по истечении действия мандата, ООН принял решение разделить землю на два независимых государства – еврейское и арабское. Евреи согласились с этой резолюцией и провозгласили государство Израиль. В то время как арабский мир отверг план ООН и, в тот момент, когда последний британский солдат покинул регион, тут же атаковал своего нового, теперь независимого соседа. После войны Иордания аннексировала западный берег реки Иордан, а Египет захватил управление сектором Газа. Обе эти территории были отнесены к арабским, как часть плана раздела. Но и одна из нападавших стран не увидела необходимости создания там независимого государства, в результате чего арабское государство так и не было провозглашено в бывшем палестинском британском мандате. Итак, название части местного населения палестинцы возникло только в 1948 году и продолжало насаждаться вплоть до высшей точки кульминации в 1964 году, когда Лига Арабских Государств инициировала создание ООПЭ – Организации Освобождения Палестины, объявив эту арабскую группу населения народом – палестинцы. ООПП потребовала всю территорию бывшего мандата и призвала к уничтожению Израиля, при этом не оспаривая существующую власть над аннексированными территориями Иордании и Египта, а сосредотачиваясь исключительно на устранении государства Израиль. Эти подстрекательства привели к еще одной войне в 1967 году, в которой Израиль получил контроль над бывшими территориями мандата на западном берегу и в секторе Газа. Так являются ли эти утверждения о истории Палестины правдой? Нет, эти утверждения ложны. Ешуа родился за 134 года до того, как римляне сменили название Иудея на топоним Палестина. За 1900 лет прежде, чем оно стало называться, соответственно, в британском мандате, и почти за 2000 лет до того, как это название стало широко использоваться местным арабским населением. Ешуа был евреем, живущим в Иудейском царстве. На протяжении последнего времени, помимо израильских инициатив, международное сообщество поддерживало палестинские национальные стремления посредством многократных мирных инициатив, основанных на концепции двух государств. К сожалению для всех в регионе, палестинские и арабские лидеры отвергали все эти предложения, продолжая выпускать свет ложные исторические утверждения, надеясь помешать возвращению евреев на родину и желая уничтожить права еврейского народа в этом регионе.